Друзья, всем привет, с вами Никита Дилэй, и мы продолжаем рубиться в компанию в игрушке Транспорт Февр 2. У нас, друзья, четвертое задание первой главы. Тихоокеанский рай. Конец 19 века. Западное побережье Мексики. Скромный городок под многообещающим названием Тополампо. Попополукупутучуа? Тополобампо. Тополобампо? Серьезно? Тополобампо, да. Такого мягкого климата, как здесь, нет нигде. Равнины плодородны, как райский сад, в горах таятся несметные сокровища. Идеальное место, чтобы утопия стала реальностью. Свобода, равенство и братство. Мы, друзья, сегодня в Мексике, в общем-то, погнали. Тополобампо, господи, вот это название, кошмар. Город грез, добро пожаловать в город грез. Вы собираетесь основать здесь общество, где никого не будут притеснять. Серьезно? Мне это нахрен не надо, если честно. Здесь не будет частной собственности и дефицита. Множество людей хотят присоединиться к вам. Они хотят построить себе жилище, согласно своим представлениям. Начните с добычи необходимых материалов. Я вот вижу, впереди есть кактусик, и скорее всего мы будем делать из него текил. У нас в очередной раз будет бухлишка, это неплохо. Превосходное сырье можно найти в округе. Надо только доставить его в город. Доставьте 30 бревнов Тополобампа, чтобы построить город. Боже, я, наверное, мне кажется, и название этого города будет сниться мне в кошмарах. Ладно, 30 бревна нам нужно доставить вот сюда. Вопрос, где у нас находятся бревна? А бревна у нас находятся вот здесь. Я, честно говоря, не вижу особого смысла сейчас везти сюда железную дорогу. Или все-таки имеет смысл сразу железку? И вообще здесь все обвязывать железкой. Потому что, видимо, бревна надо будет возить сюда или нет? Да, бревна надо будет возить сюда, насколько я понимаю, в будущем. Здесь у нас будет бухлишка. Вот отсюда добыча кактусов. Кактусовая ферма. Это у нас что, серебряная шахта? Серебришка будем добывать. Нормально. Какие-то ложки непонятные. Да, серебряные ложки. Видимо, потом будем возить в Тополобамп. Ну ладно, не будем бежать впереди паровоза. Будем строить железную дорогу. Нормально я завернул, да? Интересно, кстати, зачем здесь гавань? Я думаю, мы с железкой справимся вообще на протяжении всей миссии. Надеюсь. Ладно, сегодня у нас паровозики. Соответственно, давайте тогда посмотрим. Для начала построим станцию. Так, а Фиковы знает еще, куда нам что придется возить. Но на самом деле, давайте, в принципе, жахнем ее прямо вот здесь. Для этого, правда, придется снести пару домиков и пару дорог. Но нам на них насрать. Это раз и это два. Во, и сюда пихнем станцию. Почему бы и нет? Во, нормально. В принципе, ее даже будет куда расширить, если очень сильно захотеть. Пока нет, все-таки вот эти правые здания тоже придется сносить. Да и бог с ними, на самом деле. У нас есть куча бабла. Можем делать, что захотим. Так, это и есть. Отсюда железку мы выведем без проблем. И теперь нам надо построить еще железнодорожную станцию на добыче бревен. Сбегая, кстати, вперед, может быть, имеет смысл построить двухплатформенную. Двухпутевую. Поскольку чует мое сердце, что придется сюда, вот сюда вот тоже возить бревна. И чтобы они не пересекались друг с другом. Потому что игра такая, механику имеет не очень хорошую. Чтобы они на разных платформах генерились, короче. Давайте вот так вот ее бахаем. Ну и пока что нам нужен всего лишь один путь, наверное. Пускай это будет... Да, пускай будет правый путь, пофигу, на самом деле. Введем его. Вот те агут. Вот те агут. И прямо к этой платформе. И еще минус пять зданий. Да и хрен с ними. Путь есть. Кстати, вот это да. Видите, весь город подсвечен. Значит, все, что у нас будет появляться, что нам потребуется там, будем без проблем туда привозить. Это хорошо. Так, и нам еще нужна депоха. Давайте депоху, знаете, где вкорячим. Давайте ее вкорячим вот таким вот образом, чтобы на будущее нам пользоваться этим же депо. И мы могли из него просто отправлять поезда куда угодно. Все, это есть. Теперь нам нужно купить поезд. Так, тут уже я смотрю по-современнее. Ну как по-современнее. Ну да, конец 19 века, мать его. Параводики появились. Ладно, давайте, а грузовые, крытый грузовый вагон не то. Нам нужна вагон-платформа со стойками. Она перевозит бревна. Семь штук она вмещает. Давайте добавим, ну хотя бы, чтобы вместимость была 49, 70 метров. Давайте до 100 метров догоним. Хотя у нас еще локомотив же будет. Вот 8 вагончиков, 56 вместимость пойдет. Вообще норм. Соответственно, паровозик какой-нибудь. Давайте самую мощную сразу возьмем. Че деньги есть-то? Даже он тянет это дело посредственно. Все, все правильно мы сделали. Купить. Только да, разумеется, сначала нужно проложить маршрутик. Вот отсюда ты, короче, дружище, берешь бревна и везешь их в город. Тополобампо. Мать его, я его не буду. Ладно. Давайте бревна. Нет, я сказал по-русски. Пиши, пожалуйста. Бревна тополобампо. Боже мой. Ну и теоретически это все должно работать. А, да, еще ж надо назначить этот поезд на этот маршрут. Правильно, правильно. Давай поезд. Ну и запускаем время. Ну что, тут у нас начинают генериться. Уже есть три бревна. Три бревна. Я уже начинаю разговаривать, прям как игра пишет. Я думаю, он сейчас это быстро сделает. Потому что 30 уже нагенерилось, пока он еще только туда доехал. Это хорошо. Бревна генерятся быстро. Видите, у них производство аж 400. Это довольно много. Это прям хорошо. Давай, дружище, забирай отсюда бревна. Все это, понятное дело, не заберешь. Могут они, наверное, исчезать у нас. Ну и хрен с ними, если честно. Полностью забил состав и одна ходка. И все, первое задание у нас выполнено. Привезти их надо прям вот сюда. Тополобампо. Ёшкин кот. Что за название? Кто вообще придумал такое название городу? Они что, не думали, что русские будут над этим ржать? Хотя я думаю, это на любом языке звучит более-менее смешно. Готово. Задание выполнено. Давайте первую скорость. Здоровье и жизнерадостность. Город растет и процветает. Благодаря высококачественным материалам вы смогли построить поистине величественное здание. Первые поселенцы уже прибыли и все бросили свои силы на создание идеального общества. Однако для полноценной жизни нужна не только работа. Физическое благополучие и развлечения не менее важны. Continue. Почему на английском написано обеспечение учреждений? Обеспечьте муниципальное учреждение тополобампо необходимыми потребительскими товарами. Дорогу здоровью и радости бытия. Узнайте, какие товары требуются к гостинице и больнице и осуществите хотя бы одну доставку. Ну-ка, ну давай, расскажи мне, что тебе надо. Тебе нужны ложки. Доставьте 40 серебряные ложки на склад гостиницы. Такс. Гостиница у нас, в общем-то, поддерживается в нашей станции, поэтому надо от ложек нам будет прийти сюда. Это понятно. В общем-то, давайте, наверное, мы, друзья, будем делать с вами двухпутевые дороги. А, и доставьте 20 алкоголь в больницу. Нам надо хотя бы одну доставку или обе. Город будущего будет манить бесчисленных туристов, которые захотят своими глазами увидеть это идеальное место. Именно поэтому гостиницу необходимо обставить самым лучшим образом. Например, завести элегантную утварь. Ложки это зашибись, да. Или же ваши поселенцы сильны и здоровы, несмотря на это, на случай чрезвычайной ситуации следует обеспечить стерильность хирургических инструментов. Конечно, мы только и думаем о стерильности хирургических инструментов. А еще нужно простерилизовать внутренности, да. Продезинфицировать, так сказать, желудок и все такое. Можно заняться производством алкоголя медицинского класса, но для этого надо иметь под рукой много кактусов. Так, а вот это на самом деле становится интересным, если нам уже выбор предоставляют. На самом деле, давайте бревна серебро, серебро ложки-ложки, это пола бампа. Построим примерно вот такую вот ветку. Соответственно, давайте, наверное, мы для начала продублируем путь. Так как у нас здесь только прием будет, то имеет смысл сделать именно вот так вот. Потом мы это стрелками обвяжем семафорчиками. И нам нужно его продублировать до самого конца. Точнее, до самого, не знаю, начала. Пускай вот так вот будет. Чтобы он ездил влево-вправо. И, кстати, вот этот путь надо нам продлить. Я думаю, что мы даже вот эту стрелку здесь просто снесем. Построим новое. Сразу же пускай она выходит на левый путь. Точнее, на правый. Во, и нормально. Только здесь как-то не с той стороны все. А ну-ка, это самое. Сносись, падла. Сделаем, чтобы все было по-человечески. Этот сюда. А этот сюда. Во, и должно работать. Хорошо. Теперь нам надо осуществить доставку бревен на производство. Чтобы нам серебро засчитывалось. И не понимаю, правда, как это работает. Ну да ладно. Или, может быть, надо сюда закинуть бревен, чтобы построилась эта самая серебряная шахта. Или она так будет работать? Хрен его знает. Доставка бревен на серебряную шахту Альфуэрта. Ну ладно. В любом случае, давайте построим здесь станцию. Она нам тоже нужна здесь двухпутевая. И нам выскочило дополнительное задание. Мы его принимаем, но займемся чуть-чуть попозже. Перевозка людей. Надо будет трамвайчики делать. Ладно. Хорошо. Сначала давайте разберемся. Все по порядку. Не хочется ни за чем это самое. Спешить. Так. Не хочет. Значит ставим такую станцию, которая не конечная. Вот так вот ее привязываем. Здесь тоже у нас два путя. Но нас это пока не очень сильно интересует. И давайте прокладываем правый путь. Вот такой вот поворот у нас уходит. И нам нужно это все дело привести. Так. Я плохой поворот сделал. Слишком резкий. Ладно. Не проблема. Мы это все просто сносим. Так. У нас здесь будет разветвление, наверное. Хорошо. Значит, что мы делаем? Нам же не особо нужно будет в город ездить. Правильно? Если надо будет в город ездить, сделаем потом красоту. Но пока нас эта красота не шибко интересует. И вот так вот это дело мы закругляем. Да. Довольно резкий поворот здесь получается. Но ничего не поделаешь. И соответственно то же самое надо сделать параллельный путь. Здесь поворот еще более резкий получается. Но ножа. Во. Словил. Красота. И ведем его дальше. Тоже в начало. Вот так вот. Готово. Теперь нам надо здесь еще станцию поставить. Тоже, наверное, двухпутевую. Потому что на одну платформу будет разгружаться серебро. На другой будут забираться ложки. Вполне логично ставить здесь двухпутевую. И соответственно ее надо подключить к нашей железной дороге, которая уже проведена. Соответственно, вот здесь вот мы так вот здесь. Да. Довольно маленькие расстояния. Наверное, это грузовиками было бы. Может быть и правильнее делать. Потому что такие резкие повороты получаются. Я не очень думаю, что это хорошо. Но ничего страшного. И вот здесь вот так же параллельно делаем вторую. Которая у нас на правый путь выходит. Это есть. И то же самое теперь подключаем вот к этой вот железной дороге, которая у нас выходит на производство серебра. Делаем сразу по фэншую, двухсторонние. Деньги у нас пока что есть. В достатке. Можно ими разбрасываться как хочешь. Во! Это есть. Теперь нам нужно все это дело обставить семафорами. Я небольшой знаток, как это правильно делается. А, да. Нам надо еще стрелки сделать. Давайте сначала стрелки сделаем. Чтобы между путями они здесь хорошо проходили. Так. Ну, во-первых, сделаем вот здесь вот. В эту сторону. И соответственно, такую же в обратную. Чтобы они могли спокойно с любой этой платформы на любой путь выходить. Точнее, чтобы когда он едет обратно на станцию погрузки, он мог заехать на любой путь. И на левый, и на правый. И соответственно, из этого любого, с левого или с правого путя, он мог спокойно выехать вот на эту вот самую правую платформу, где ему и надо будет ехать. Так. Здесь у нас стрелки все есть. Здесь у нас все работает. То же самое надо сделать нам и на этой станции. Причем с обеих сторон. Так вот, раз, и соответственно, в другую сторону, два. Это есть. И то же самое делаем мы и с этой стороны. Раз и два. Во, нормально. Ну и разумеется, такую же штуку надо сделать нам и вот здесь, вот с этой стороны. Нужно быть не слишком она крутая, на самом деле, что она мне не нравится. Давайте начнем вот с этой. Видите, тут есть проблемы с этим. Во, тиспанулось. Меня это радует, и здесь тоже тиспанулось. Сейчас расставляем семафоры. Соответственно, перед перекрестком нам нужны с обоих сторон здесь. С обеих сторон, точнее здесь. Здесь мы блок закрываем и перед въездом тоже ставим. С этим мы разобрались. Соответственно, вот этот вот перекресток. Здесь у нас перед перекрестком стоит семафор на выходе. Здесь перед перекрестком, здесь на выходе. Здесь перед перекрестком, здесь на выходе. Это есть. Теперь перед станцией, которая у нас производства ложек, тоже ставим. И 1 на выходе и теперь вот здесь вот тоже 2 на выходе. Здесь 2 на выходе со станции и здесь перед перекрестками. 1 на выходе, 1 на входе. Так, сфотно, после депо 1 на выходе тоже пускай будет у нас здесь. Точнее перед перекрестком он не часто будет использоваться. Поэтому в принципе он пускай стоит один и вот на этой станции. А что это мы не генерим? Что это у нас паровозик-то пустое уехал, а? Так много досок у тебя генерируется что ли? Точнее так мало. Или ты так быстро ездишь, падла? Ладно, пофигу, он катается. Деньги нам какие-то минимальные приносит, поэтому все хорошо. Так он не справа почему-то ездит. Ну ладно, мы сейчас семафоры расставим, он вроде как будет нормально кататься. А то он туда-обратно по правому пути все время ездит. Это не дело. Так, соответственно, здесь на выходе с двух платформ мы то же самое делаем. И здесь один на выход, один на вход. Это понятно. Здесь, в принципе, перед перекрестком тоже можно их поставить. Ладно, не будем. Здесь тоже перекресток мы со всех сторон обставляем. На выход, на вход, на выход, на вход. Это есть. И последний перекресток у нас вот здесь появляется. Тут мы то же самое обставляем. Туда-сюда, туда-сюда. Вроде как вот так вот это все должно быть. И соответственно... О боже мой! Что здесь случилось? Такс, нажмем на паузу. Мне это не нравится. Ну ладно, сносим этот кусок. Капец, какой артефакт появился. Давайте вот этот путь мы сюда введем. И вот этот путь мы введем вот так вот сюда. Хорошо, это есть. Запускаем игру. Дальше все работает. И такс, перед перекрестком и на выход. И все. Тут у нас будет только разгрузка получается, поэтому все будет работать. Так, давайте мы немножко семафоров поставим, чтобы их разграничивать. Вообще, типа по-правильному это надо будет делать, чтобы поезда на станциях не ждали, пока весь путь освободится. Здесь, в принципе, не такие большие отрезки. Но, в общем-то, по паре штучек мы, наверное, влепим. Почему бы и нет. Вот так вот и вот так вот. Все, вроде все готово. Теперь надо делать маршруты. Соответственно, один маршрут у нас будет забирать вот здесь бревна и ввести их вот сюда. Проверяем сразу, что он едет, видите, по двум путям туда-обратно. Здесь, соответственно, красный тоже стал по двум путям, когда мы все починили. И вот они с разных платформ будут загружаться. Это прекрасно. Соответственно, это у нас будет бревна-серебро маршрут. Бревна-серебро. Есть. Далее, создаем маршрут, который будет возить серебро на ложки. И, соответственно, мы его и так и обзовем. Серебро-ложки. Это есть. И, да, проверим, чтобы он шел тоже по разным путям. И, соответственно, здесь у нас то же самое. Разгрузка будет желтенькая на левой платформе, а загрузка будет справа на правой. Зелененькая. Это хорошо. Приезжает сюда на правый путь. И, соответственно, новый маршрут. Вот отсюда ты будешь возить эти сраные ложки в город. Соответственно, здесь у нас тоже он забирает это все слева путя. Выезжает на правый. В общем-то, по задумке все хорошо работает. И меня это радует. Соответственно, это у нас будут ложки тополобампо. 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 Господи, ты боже мой, что за название. Ну и нам нужно купить теперь три поезда. И все они из этого депо смогут прекрасно выстроиться на свои маршруты. Вот, в общем-то, купить транспортное средство. Соответственно, начинаем с вагонов. Со стойками давайте тоже 8 штук добавим, которые у нас будут возить бревна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все правильно. И, соответственно, им паровозик. Покупаем его. Теперь вагончики сбрасываем эти все, я сказал. Сбрасываем. Кстати, вот есть одна кнопка. Можно это было сделать одной кнопкой. Ну и ладно. Соответственно, есть у нас гондола, которая возит серебро. Серебряная руда. Давайте добавим. Да, уже посредственно становится. Ладно, горок у нас вроде как нет. Давайте шесть вагонов мы таких сделаем. 42 вместимость будет. Хорошо. Этот поезд мы тоже сбрасываем. И, соответственно, крытый грузовой вагон, который будет возить эти сраные ложки. Давайте тоже сделаем. Пускай их будет. Блин, на самом деле, пяти их будет по горло. Он все равно не будет успевать справляться. И, соответственно, давайте паровозик. Такой же, как и были у нас везде. Все посредственно возит. И это не очень хорошо. Так, соответственно, четвертый поезд. Давай назначаем на ложки тополобампа. Второй поезд мы назначаем на бревна серебро. И последний, третий поезд у нас будет серебро ложки. Во. И сейчас все они по очереди отсюда выезжают. И вроде как мы должны будем выполнить это все дело задание, в общем-то. Давайте время, наверное, ускорим. Раз поезд уехал. Второй поезд уехал. Повернул направо, который бревна возит. И последний поезд тоже уехал. Видите, тот на семафоре притормозил. И как только он освободил путь, этот сразу стартанул. Замечательно. Вот здесь мы сейчас тоже посмотрим, как они разбегаются между собой. Соответственно, раз. Да, у нас начало генериться серебро. Хотя бревна мы сюда не привезли. Видимо, бревна сюда возить не надо. Или это будет еще в дальнейшем задание у нас. Можно этот поезд на самом деле отправить в депо. Он сейчас нахрен не нужен. Я что-то неправильно понял. А вот давай в депо. Ага, невозможно найти путь к остановке. А мы это сделаем проще. Мы вот здесь поставим двойной переключатель. И тогда он с этого путя справа вас может спокойно поворачивать. И он, кстати, загрузился и повез бревна на ту фигню. Но нет, мы его отсылаем в депо. А, и он, кстати, с правого путя. Ну и ладно, повернешь сейчас без проблем. Хорошо. Нас сейчас больше интересует серебро. И... Здесь есть 16. И вот поезд, который возит серебро, сколько-то отвез. 9 ложек уже везется в город. Хорошо. Давайте почитаем бонусное задание пока что. Предотвращение неприятных запахов называется. Трамвай. Это, конечно, хорошо. Только вот ни в коем случае нельзя допускать, чтобы перед городскими зданиями лежали продукты жизнедеятельности лошадей. Это логично, конечно. Вроде как к нам еще недоступны электрические трамваи. Нет. Постройте трамвай. Перевезите 10 пассажиров. Избегайте остановок у гостиницы и больницы. Так, скорость обратно ставим на единичку, я сказал. Нам нужно построить трамвай, перевезти 10 пассажиров и избегать остановок вот здесь и вот здесь. Хорошо. Давайте делать трамвайчик. Для начала постройки. Нам нужно, во-первых, трамвайное депо. Без трамвайного депо никуда. И мне кажется, хорошее место для него будет вот здесь. Нормально. Пойдет. Далее нам надо, да, промодернизировать улицы и поставить на них трамвайные пути. Соответственно, давайте вот такой вот маршрут у нас будет. И здания удаляются почему-то. Ну и ладно, бог с ними. Короче, вот такой вот маршрут мы сделаем. Вот такое кольцо. Избегая остановок, даже избегая путей на самом деле здесь. Построим две остановки. Так, постройки. Нам нужна автобусная трамвайная остановка. Давайте построим одну остановку вот здесь. И одну остановку вот здесь. Чтобы все подсвечено было. Соответственно, делаем новый маршрут, который едет вот отсюда. Вот сюда. Только я трамвайные путишни здесь вел, да? Как я провел трамвайные пути? Ну, я вроде нормально провел. Почему маршрут нарисован так? Вот это мне непонятно. Как он поедет, если здесь нет трамвайных путей? Ну и ладно, это его, в общем-то, проблемы. Давайте это будет трамвайчик. Маршрут. И, соответственно, купим два трамвая. Купить транспортные средства. И, видимо, нам нужна не конка нихрена, а, типа, электрический трамвай. Хотя мы электрические путишники не делали там. Мы же просто обычные... А, ну, значит, пускай на конке будет. Правда тут, типа, предотвращение неприятных запахов. Типа, избавляться от лошадей. Обойдутся. На самом деле, обойдутся. Просто берем такие и все. Город потиху восстанавливается после того, как я тут начал хозяйничать. Больше меня интересует, будет ли сейчас тут генерироваться народ. Потому что что-то с общественным транспортом в городах в этой игре у меня всегда все плохо. Ладно, пускай катается. Сейчас мы посмотрим. А, нас... Меня интересуют ложки. Ты у нас поезд номер 4 выехал. 22 ложки ты везешь. И этого должно будет хватать для обеспечения гостиницы. Ну, давай посмотрим, что ты тут нам привезешь. А, это бревна везут сюда. Бревна привез, это понятно. Бревна разгружает. Деньги нам тоже приносит какие-то. Хотя мы тут в таком минусе, на самом деле, в этой компании. Все время 144 тысячи. И все. Как-то слабовато. И вот подъезжает поезд с ложками. Ну да, он остановится сейчас перед семафором, потому что путь занят. И как только этот поезд отсюда уедет, когда последний вагончик пересечет вот этот самый семафорчик, который... Как его тут выбрать? Вот сигнал номер 31. Боже, я так до хрена сигналов поставил, да? Ну и ладно. В общем-то, когда путь освободится, этот поезд стартан... Даже раньше стартует, кстати, немного, я смотрю. Во, я вижу, что у нас генерится народик. Один человек. Видимо, первый пассажир будет. Да? Видимо, первый. Сколько у нас трамвай? 0 из 12. Значит, будет первый пассажир. Ну и ладно, мы вроде как никуда не торопимся. А ты давай выгружай ложки. Последние. И вроде как обеспечение больницы будет выполнено. Точнее, гостиница. Надеюсь, что больница не надо обеспечения. Там же было типа или-или. Потому что мне неохота сейчас еще другой маршрут прокладывать. Да, готово. Обеспечение учреждений. Рост и процветание. Замечательно. Вам удалось удовлетворить основные потребности общины. Вы производите даже больше, чем нужно вам самим. Чтобы приумножить богатство, следует начать экспортировать столь прилежные и увлеченно производимые товары. Выручка от экспорта поможет в эти нелегкие времена, потому что достижение всеобщего блага все еще требует вложений. Это даже логично, наверное. Примите решение. Заморская торговля. Решите, какие товары вы собираетесь экспортировать зарубежно, благо вашей общины. Экспортировать 60 серебряной ложки, экспортировать 30 алкоголь. Но так как мы производим ложки, а алкоголь как-то не производим, давайте экспортировать 60 серебряной ложки. Серебряные ложки из легендарных серебряных рудников Сьерра Мадре достигнут рекордного уровня экспорта. Доставьте 60 серебряной ложки в порт. Нам их просто сюда надо доставить и все. Видимо, да. Ну и ладно. Сейчас мы это сделаем по-быстрому. Кстати, тут не помешал бы тогда еще один путь, по факту. А знаете, что мы сделаем? Мы его сюда действительно присобачим. Давай-ка. Вот сюда вот мы еще один путь запиндюрим. И проведем один путь отсюда. Для начала мы построим станцию вон там. Там, где у нас ложки. Это станция с одним путем нам. Ее здесь по горло хватит. Пускай она как-то вот так вот идет. Но уцепляйся же. Но ты там подхватываться собираешься, не? Станция должна белым гореть. Ладно, пофиг. Соединим дорогой. Если не получается подхватить так, соединим просто дорогой. Так, дорога подхватилась. Оп, все. Все прекрасно. И соответственно, нужно теперь проложить путь. Один у нас будет путь здесь. Давай, вот так вот. Вот так вот. По изгибам. Вот так вот. Вот так вот. Ай, нам надо его как-то вот сюда вывести. Слишком резкий изгиб. Как же, падла, тебе сделать не слишком резкий изгиб. Так, стой. Вот отсюда мы его ведем. Надо здесь сделать перекресток. Там просто и так стрелка в этом месте. Вот где-то же можно было. Во! Вот так вот. Да, некрасиво с семафорами получилось. Ну и ладно. Так, соответственно, ведем теперь это дело сюда. Ведем это дело вот сюда. Ладно, давайте вот так вот, чтобы был более пологий поворот. Вот это дело мы сейчас сносим. И здесь все теперь красиво выглядит. Так, у нас три пассажира тем временем. Так, и вот этот семафорчик, который здесь очень некрасиво стал стоять. Мы сносим, поставим здесь другой. Вот так вот. Хотя на самом деле его, наверное, даже перед перекрестком стоит поставить. Вот так вот. Ну и соответственно, вот здесь вот в обе стороны тоже семафор, чтобы... Ну, типа по фэншую что ли. А вот этот мы отсюда вот снесем. И еще, друзья, нам надо вот с этого путя, вот с этих вот путей, сделать вот такой вот съезд. Ладно. Давайте мы сделаем вот так вот. И вот сюда вот, в правый путь. Ну, давай. Почему невозможно-то? Потому что на повороте. Я понимаю, почему. Чтобы он из депо смог добраться. Во. Вот так вот можно. Соединяем. Здесь, соответственно, сделаем тоже двойной переключатель. Поставим перед перекрестком здесь семафорчик. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Перед перекрестком. Вот так вот. Короче, это все дело вяжем. Их, может быть, они немножко лишние где-то. Но это, по крайней мере, все будет работать. А это главное. Вот этот путь я соединил, чтобы можно было из депо добраться до этой самой платформы. Поэтому мы сейчас покупаем еще один паровозик. Берем вот такой вот локомотив. И, соответственно, что у нас там возят ложки? Грузовой поезд, который возит ложки. Давайте пять штук покупаем. У нас поезд пять. И отправляем его. А, мы маршрут не создали. Гениально. Я понял. Новый маршрут. Давайте это будет отсюда вот сюда. И, как ни странно, называться он будет ложки экспорт. Мне кажется, это вполне логично. Экспорт. Хорошо. Соответственно, поезд номер пять, который мы купили, назначаем на маршрут ложки экспорт. Невозможно найти путь к остановке. Да ты гонишь. А, я тебе верю. Невозможно найти путь. Можно, в принципе, здесь перекресток сделать. Давайте сделаем. Боже мой, почему бы и нет. Короче, вот такой вот. Нет, слишком пологие. Так, предотвращение неприятного... А, десять пассажиров мы перевезли. Трамвай замечательная вещь, но он не останавливается там, где хочется пассажирам. Благодаря продвинутым технологиям, можно проложить трамвайные пути к центру города, при этом не оставляя на улицах лошадиный навоз. Переключите маршрут на электрическую тягу, перевезите 10 пассажиров как к гостинице, так и к больнице. Черт, нам сказали не ставить остановки около этих самых, около гостиницы и больницы. А сейчас говорят, перевезите туда. Ну ладно, подождите секунду. Я тут очень сильно занят. Мне нужно сделать путь. Вот такой вот. Один пойдет. Так, здесь мы английскую стрелку сделать не можем, да? А и бог с ним. Давай, поезд 5, управляем на маршрут ложки экспорт. Теперь он может найти путь к остановке и найдет. Так, продвинутые технологии, перевозка 10 пассажиров, никаких лошадей. Так, а где наши остановки стоят? Наша остановка стоит здесь. И вроде как, типа, гостиницу она обхватывает, теоретически. А вот эта остановка, теоретически, обхватывает больницу, да? Но вроде как она должна доставать. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Хорошо, значит, нам надо сейчас электрифицировать эти самые пути. Для этого у нас есть инструмент волшебная палочка. И ставим электрический. Надо было сразу это делать. Но, увы, я решил послать их нахрен. И за это же и поплатился, по сути дела. Хотя, может быть, так и задумано было. Ну, в общем-то, проапгрейдили пути. Теперь они электрифицированы. Так, где у нас вот этот трамвайчик? Точнее, тема, кто ездит на трамвайчик? Мы их выделяем. Я сказал, выделяем. И их нужно заменить на электрический трамвай Сан-Диего. Заменить, да. Хоп. И они вот так вот сразу заменились. Никаких лошадей галочка есть. Теперь нужно, чтобы они перевезли 10 пассажиров. Ну, пассажиры, я смотрю, здесь какие-то копятся. Более-менее по 2, по 3. Вот он, кстати, этот трамвайчик. Везет 0. Да, медленно они, падла, ездят. 7 пассажиров он может перевезти. Так, ну, двоих загрузил. Интересно, теперь будет ли это работать? Или придется здесь ввести пути? И, не знаю. А, перевозка пассажиров 5. В другом трамвайчике было их 5. Отлично. Значит, это работает. Значит, я все сделал правильно. Теперь меня интересует поезд, который везет ложки. И он не забрал ложки. Почему он их не забрал отсюда? Ложки экспорт. Не понял. Почему? Так, эта остановка подключена у нас? Подключена. Почему ты не забрал ложки? Падла. Мне это не нравится. Давайте, в принципе, скорость увеличим. Почему он не генерит ложки именно на эту станцию? Ложки экспорт. Ты же должен, ты же должен понимать, что ложки требуются и там тоже. Так, продвинутые технологии выполнены. Можно вздохнуть с облегчением. Благодаря такому чуду, как электричество, трамвай теперь обслуживает все важные места в городе. И больше никаких неприятных запахов. Хорошо. Любовь и брак. У нас новое задание? Новое задание сразу же. На улицах топала бампа, избыток холостяков. Это ужасно сказывается на продуктивности, поэтому надо как-то их угомонить. А что может быть лучше, чем поставить их перед необходимостью создать семью? Боже, ну давай поставим. Привезите 10 людей на романтическую обзорную площадку для влюбленных пар и украсть эту область 10 деревнями, чтобы людям было где уединиться. Серьезно? Организация свадеб. В браке люди заводят детей. Логично. Не все, правда, но такие тоже бывают. И после этого они сразу становятся законопослушными и серьезными. Вам следует предположить свою помощь в сердечных делах, чтобы вскоре невест повели под венец. Как-то это страшно звучит. Ну ладно, сейчас мы это все сделаем. Меня интересует, почему ложки не возятся на экспорт. А вот, начало генериться две штучки. А, и он его пропускает. Можно на самом деле было здесь семафор поставить. Ну вот в топала бампа их как-то больше просит. Их больше делается даже для этого места. А, кстати, три он уже отвез. Еще две повез. Ладно. Так, давайте вот это вот семафорами мы сейчас... Чтобы он не стоял, не ждал здесь как дурак. Нам нужно перевезти 10 людей, посадить 10 деревьев. А куда там их надо перевезти? Романтическую обзорную площадку. Ёшкин кот. Люди, зачем вам сюда ехать? Здесь нечего делать. Это я вам прям гарантирую. И украсть ее деревьями. Ну ладно, давайте начнем с деревьев. Объекты. Уж серьезно? Ну ладно. Вот вам деревья. А че это они? А, надо их прям близко ставить сюда. Ну ладно, вот вам дохрена деревьев. Это есть. Хорошо. Перевезти сюда 10 людей. Вот это уже будет проблематично. На самом деле, поезд я везти сюда не хочу. Это тот еще геморрой. Хотя, с другой стороны, нам по сути дела нужно вот отсюда просто ответвление сделать. И станцию эту улучшить. Сделать ее пассажирской. В принципе, сделать ее пассажирской тоже не особо большая проблема. А везти туда целую дорогу. А давайте проведем дорогу. Почему бы и нет? Давайте небольшая проселочная дорога. Вот отсюда мы ее вот так вот проведем. Аж туннель начал рыться. Да, тут с ландшафтом беда. Ну ладно, значит маленькими кусочками это будем делать. У нас все равно там еще долго ложки будут возиться. Так, только трамвайные пути нам не надо. Электрические здесь. Это я вам 100% говорю. Так, давай вот так вот. Вот так вот. Что ты не можешь здесь переезд сделать железнодорожный? Ну ты дурак что ли? Да почему ты не хочешь здесь переезд сделать? Ну допустим, сделаем совсем по частям. Так сделал. Странный ты какой-то друг. Ладно, повели дальше. Идем вот сюда. И давайте вот в эту дорогу. Пускай она приходит. Блин, ну нормально же все сделал сразу. Во, вот так вот. Здесь тоже получается железнодорожный переезд. Теперь давайте построим здесь автобусную остановку. Вот где там эта гора сраное. Романтическое место для уединения. Охрененно. Отвезите туда 10 мужиков, чтобы они там уединились между собой. Ну вот давай вот сюда, короче, ты едешь. Соответственно создаем маршрут. Давайте, с какой остановки? Давайте вот отсюда, с центра города он будет ехать. И поедет вот сюда. Соответственно, обзываем этот маршрут как романтическое уединение. Романтическое уединение. Ну ладно, пойдет на самом деле. Вот, теперь нам надо, да, кстати, нам надо построить автобусное депо. Сказал автобусное. Дорожное депо точнее. Где у нас грозовички, автобусы, всякое вот это вот тут будет храниться. Пойдет. Вот, соответственно, покупаем пассажирские. И у нас ничего не доступно из пассажирского. Папандос, однако. Я, конечно, могу туда трамвай проложить. Но, по-моему, это слишком. Так, ложки у нас экспортированы. Жмем на паузу пока. Наверное, закроем. Сейчас нам надо решать что-то. Давайте первую скорость туда поставим. Пускай они катаются. Ну, половину бюджета, кстати, изначально 50 лямов давалось. У нас уже 25 осталось. Да, экономисты из меня на самом деле так себе. Блин, ну поезд туда везти, ну это то такое себе, мне кажется. А, и ладно, повели поезд тогда. Раз они не хотят по-человечески, значит будет поезд. Значит, придется здесь разрушать здание опять-таки. Потому что нам нужно модернизировать вот эту вот станцию. Соответственно, здесь нам нужна платформа пассажирская. Она будет вот так вот занимать три путя у нас. Точнее, каких три путя? Ну, короче, вы поняли. Соответственно, сам путь. Я имел в виду три блока. Правда, их тут четыре на самом деле получилось. И нам нужно пассажир билдинг, которое вывезет сюда пассажирчиков. Теперь вот этот путь нам нужно подсоединить. Пути, я сказал. Теперь этот путь нам надо подсоединить вот к этой вот ветке. И, конечно, неплохо было бы это сделать до этой стрелки. Значит, мы переносим эту стрелку. Так, ладно. Давайте на паузу тогда. И сносим здесь вот так вот все нахрен. Да, я такой. Соответственно, давайте обычный путь вот здесь вот немножко его проводим. И вот этот мы выводим так, чтобы они прицепились, присосались друг к другу и шли параллельно. Во. Соединяем все это дело. Вот так вот. И здесь тогда делаем перекресток, стрелочку. Вот так вот. Раз. И вот так вот. Два. Слишком сильный уклон. Иди ты в сраку. Ты серьезно? Какой нахрен слишком сильный уклон? О чем ты говоришь вообще? Делаем заново. Так, вот так вот. Раз. И вот так вот. Два. И здесь слишком сильный уклон. Да, о чем вы говорите, люди? Ладно, сделаем чуть подальше. Не проблема. Все равно здесь слишком сильный уклон. Да все же раньше работало. Не люблю, когда не работает. Значит, вот такая вот конченая у нас стрелка будет из двух состоять. Ничего не поделаешь с этим. Нет, мне на самом деле это очень не нравится. У меня, в принципе, есть еще один вариант. Как это соединить? Оно будет вообще некрасиво смотреться. Ладно, еще раз попробуем сделать так, как изначально задумывалось. Если он нас пошлет нахрен, значит, мы их пошлем нахрен. Ну, нет, нет, строительство невозможно. Серьезно. Значит, будет некрасиво. Но есть стопроцентный верняковый вариант. Мы сносим еще раз вот это вот все дело. И вот этот путь мы подсоединяем сюда. Вот этот путь мы подсоединяем вот сюда. И опять строительство невозможно. Да ты вы издеваетесь, а? Что ж, мне так не везет. А сегодня я же вроде не самый нуб в этой игре. Ладно. Не хотят по-хорошему. Значит, стрелка будет совсем поздно. Сделаем ее прямо вот здесь. Раз. И два. Вот здесь оно заработало. Хорошо. Теперь, разумеется, в семаформе это все дело надо обвязать. Один на въезде, один на выезде. И с этой стороны у нас получается два, оба едут туда. Ну и значит он будет долго ждать. А вот эти надо тогда снести нахрен. Вот этот вот мы сносим. Вот этот не мешает. Просто здесь тогда пробка может образоваться. Тут уже как-то поездами все начинает быть обвязано. Хорошо. Так, теперь нам нужно сделать пассажирскую станцию вот здесь. Это будет одна пассажирская станция. Давайте ее сделаем самой короткой. Блин, тут terraforming, конечно, будет дичайше просто. Так, и чтобы оно не было подсвечено, мы снесем вот эту остановку. Она нам нахрен не нужна. И да, нам сказали, что нет маршрута теперь. И мы этот маршрут тоже сносим нахрен. Романтическое уединение пошел в жопу. Так, ладно. Делаем вот такую станцию. Ну и что-то мы не это самое, не подсасываемся. Что, на поезде тебя нельзя везти что ли? Не, ну вроде вон дорожки работают. Не знаю, не обратил я внимания. Теперь нам нужно спустить отсюда путь. У нас будет один поезд ездить, поэтому мы тоже сделаем один путь всего. Без всяких стрелок. Это тем более побочное задание. Блин, а сейчас уйдет денег на это дело. Капец. Слишком сильный уклон. Ладно, значит будем делать по частям. Прям совсем маленьким частям. Будет малюсенькая горочка. И все равно, ну капец как высоко. Не, ну правильно. Слишком сильный уклон-то тоже делать такое себе. И он все спускается вниз. Ну допустим, давай ты спускаешься вот сюда. И нам это надо все дело увести в правый путь. И с как можно большим радиусом. Чтобы вот здесь вот можно было поставить двойной переключатель. То есть двойную стрелку. Английскую стрелку. И соответственно здесь опять-таки нужно всунуть семафорчик. Давайте на выходе один. Давайте вот здесь на выходе второй. Вот так вот. И здесь в принципе он не шибко нужен. Здесь он есть. Хорошо. Теперь создаем маршрут на романтическое уединение. Боже мой, как он называется? Это кошмар. Давай новый маршрут. Вот отсюда из пассажирской платформы. Ты поедешь аж вот сюда. Смотрим как он у нас провелся. С правильного путя. Здесь он выезжает направо. А, они даже через эту станцию поедут. Это не очень хорошо на самом... А, потому что здесь у нас никак не выехать. А тут у нас есть закрывающие. Тут у нас нет закрывающего. Так что это не особо большая проблема. Должно работать значит. После этого они нормально проезжают этот перекресток. И здесь он с левого, с правого тоже все прекрасно поедет. Хорошо. Так, обзываем этот маршрут. Давай романтическая фигня. Будет именно так. Потому что он меня уже начал парить. Организация свадеб. Какой кошмар. Серьезно. И из этого депо покупаем новый паровоз. Давайте вот такой вот паровоз. И пассажирский. С дополнительными окнами. 48 вместимость. Нет. Этого будет слишком много. 32 вместимость. Я думаю этого будет вот прям по горло. Покупаем. И отправляем его на маршрут в романтической фигня. Во. И он даже не стал возникать. По поводу того, что это может не работать. Запускаем. Единственное место, которое меня так или иначе немножко беспокоит. Это то, что поезд, который у нас забирает отсюда ложки. Он приезжает сюда. И потом будет ехать в эту же сторону. Но закрывающего вроде нету. Поэтому вроде как это все тогда должно работать. Пускай работает. А мы тогда переходим к основному заданию. Общее благополучие. Наша замечательная идея с экспортом полностью себя оправдала. Лишь немногие предпочитают искать ссоры и ничего не делать. Ничего страшного не случится, если они покинут город. Правильно, пошли не нахрен. Впрочем, следует принять меры, чтобы остальные не поступили так же. Чем больше товаров на экспорт, тем выше благосостояние. А значит больше радости для всей общины. И никто не захочет уезжать. Для повышения объема экспорта серебряных ложек нужно больше серебра. А значит нужно копать глубже. Стены шахты можно укрепить подпорками. Этот метод был опробован еще на Диком Западе. Доставьте 20 бревна из леса к шахте. Хе-хей. Это у нас будет вообще просто сделать. Потому что у нас есть уже поезд, который возит ложки на экспорт. Нет, не ложки. Бревна на серебро. Мы его так обозвали. Соответственно, он здесь будет с другой платформы это все дело забирать. И будет все это прекрасно возить. Уже даже начало генериться бревна. В общем-то 20 штук он туда без проблем провезет. Запускаем третью скорость для ускорения процесса. Давайте посмотрим генерятся ли у нас здесь людишки. Один человек только. Нам надо 10. Ребята, вы там это самое. Давайте романтические путешествия, все дела. И кто-то застрял. Поезд 1 и поезд 4. Ага. Который везет бревна. Ему очень рано все открылось. Так, мы принимаем бонусное задание. Немножко попозже его проверим. Что там да как. Так, давайте думать с этими перестановками. Очень близко расположены друг к другу семафоры. Оказались. На самом деле, если мы снесем вот этот, то оно все будет работать дальше. То есть он будет стоять его перед этим ждать. Тогда этот доедет до этого. Но здесь просто расстояние слишком большое. Ладно, дерьмо иногда случается. Точнее небольшое, а очень маленькое расстояние. Здесь поезд влазит целиком между этими семафорами. Но вроде как все более-менее работает. Они вроде как разъезжаются. Ладно. Если еще раз столкнуться, там что-нибудь придумаем. Давайте посмотрим, что у нас там. Проверить информацию. Самые вкусные черви, где попало, не водятся. Подождите, мы что-то тут перескочили. Самый быстрый червь в Мексике. Вместо того, чтобы употреблять алкоголь на медицинские цели, можно немного наливать особым гостям. И говорят, в Мексике замарить червячка лучше всего в стакане крепкой выпивки. Отправляйтесь на поиски пикантных червей, живущих под землей. Твою мать, что? Проверить информацию. Самые вкусные черви, где попало, не водятся. Одна сеньора с мексиканского рынка полагает, что набрать их можно где-то между лесом и лесопилкой. Да и то стоит поторопиться. Найдите посвященную область к югу от леса и поищите там червей. К югу от леса. Теперь расскажите мне, как мне здесь понять, где юг, а где не юг. И поищите там червей. Серьезно, я с овцами в прошлый раз задолбался. Как мне искать червей? Мне землю копать? Они хотят, чтобы я терраформингом занимался? Или что они хотят? К югу. Давайте реально покопаем. Я уже ничему не удивляюсь в этой гребаной игре. Нет, это не работает, да? Или мы не на юге. Мы не на юге. Или мы не то делаем. К югу. Как понять, где юг? Я сейчас... Знаете, как понять, где юг? Я сейчас нахрен открою карту мира и посмотрю, как располагаются между собой Топалабамбо и Эльфуэрто. Вот такой вот я гениальный человек. Карту Мексики, точнее. Итак, друзья, если верить карте, то в принципе вот так вот и находится Мексика на самом деле. Эти города вот так вот относительно друг друга находятся. И соответственно, юг от лесопилки. Нам же было сказано про юг, правильно? Найдите подсвеченную область к люгу от леса. Поищите там червей. Юг у нас значит снизу. То есть вот здесь. Теперь мы здесь копаем. Можно размер кисти сделать нахрен побольше. И здесь нихрена нету. А что у нас здесь, кстати? Что это за такое? Я ее как-то даже не заметил. Тут какаха какая-то нарисована. Склад Гуана. Ладно, нам это не надо. Ну типа, короче, это не то, что они имели в виду. Копать это явно не то, что нам надо. Задание выполнено. Расширение шахты. И это я понял. Какая неудача, шахта обвалилась. Старатели оказались слишком жадными и зарылись слишком глубоко. Неизвестно, что они там нашли в темноте. В любом случае шахта обвалилась. Какая неудача. Там типа не засчитано это задание? Там же было написано выполнено. Гребаный, что мне надо с этими червями делать? Боже мой, это транспортная стратегия. О чем думают сценаристы? Я здесь все нахрен выкопаю. К югу от леса. Где юг леса? Я сейчас все деньги просто угрохаю на это. Я, короче, здесь все раскопал. И мне кажется, пошли они в жопу со своими заданиями. Копать червей. О, подсвеченный... Ешкин кот. А я не заметил. Может здесь надо копать? Нет, надо было не копать. Явно не копать. Потому что я здесь все выкопал. Проверьте информацию, задание выполнено. Наш источник заверяет, что черви тут были буквально только что. Видимо, исчезают они так же быстро, как и появляются. Боже мой. Транспортная сука стратегия. Чем я здесь занимаюсь? Найдите подсвеченную область на берегу реки рядом с городом и поищите там червей. Тут где-то есть подсвеченная область. А я такой лошара. Вон она. Вот тут я ее увидел. А там я ее сразу не увидел. Ну давай. Выкопаем нахрен здесь все. Я миллионы просто трачу на это. А, надо было отпустить мышку. И здесь опять ничего. Опять. Это и правда самые быстрые черви в Мексике. Может на морском берегу заливов вам повезет больше. Найдите подсвеченную область у северных заливов, поищите там червей. Так, северные заливы. Это должно быть здесь. Вон, вижу подсвеченную область. Ну давай, падла. Надо было три раза копнуть, а не тратить на это миллионы. Ладно, это задание выполнено. Есть червяк. Ура, ура, ура. Наконец-то вы поймали самых быстрых червей в Мексике. Боже мой. Что это такое? Перевозка людей это и есть. Тихое отступление. Видимо последнее задание. О горе, несмотря на все ваши усилия, Тополамба переживает не лучшие времена. Может люди пока еще не готовы жить в раю? Чтобы никто больше не вспоминал про эту печальную историю, стоит стереть все следы проведенного эксперимента. Только так новые поколения смогут начать все с нуля. Продолжить. Продать оставшийся запас. Нельзя разбрасываться оставшимися запасами произведенных товаров. Мексиканцы благодарны вам за такие подарки. А вам даже будет чем похвастать. Продайте все 90 товары, оставшимся на складе Эльфуэрто. Товары, оставшиеся на складе Эльфуэрто. Ну-ка, рынок Эльфуэрто. Сюда надо отвезти ложки. Я правильно понимаю? Или я неправильно? Или я что-то в этой жизни не понимаю в этой игре? Правила алкоголь или серебряные ложки? Нужно 90 оставшиеся запасы продать. У нас их точно есть 90? У нас же нет в запасе 90. Ну ладно, проложим сюда еще один путь. Но уж я видел, там что-то сработало. Давай, вот отсюда. Строим вот здесь такой вот мост. Уже пофиг, вообще некрасиво ведем. 460 тысяч пути. Ладно. Давай грузовую станцию. Подсасываем ее прямо вот сюда. Но уже... Неужели нету тебя нигде места, где ты можешь... Неужели только с дорогой? Только с дорогой, походу. Ну и ладно. Соответственно, отсюда ведем пути. Вот так вот. В этот путь мы приходим. Тут у нас столкновение. Значит, нахрен вот эту вот дорогу. И прокладываем путь. Вот так вот. Вот эту пупучку мы отсюда тоже сносим. Соответственно, рисуем новый маршрут. Менеджер транспорта. Так, новый маршрут. Организация свадеб выполнена. Отлично. Супружеская ссора. Любовь оказалась недолгой. Новоиспеченные родители постоянно грызутся друг с другом. Моих дети то и дело орут и плачут. По сравнению с тем, что происходит сейчас, холостяки без денег и были совсем безобидными. Какая неудача. Любовь и брак тоже выполнено. Тут очень много сарказма как-то. Ну ладно, нам нужно провести маршрут вот отсюда. Прямо вот сюда. Соответственно, да. С третьей платформы. И теперь нам нужен поезд, который... Я его даже не буду уже никак обзывать. Давай ложки экспорт мы переносим на линию 1. Он туда без проблем доедет. Так, у нас здесь есть съезд. У нас здесь есть съезд. И ложки топала бамба. Так, а вот здесь съезда у нас нету, да? На этот путь. А ложки топала бамба мы просто нахрен сейчас продаем. Ожидание свободного пути. Где ж ты, падла, стоишь и ждешь-то? А, понятно. Ждет, пока уедет отсюда тот, кто бревна привез. Ладно, экспортируй. Вот этот паровозик, соответственно, у нас сейчас линия 1. Он ничего оттуда не заберет. Потому что там ничего не производится. Потому что в запасе нету гребаного серебра. Так, этот его пропустил. Это тоже хорошо. Значит, мы стираем нахрен поезд, который ложки топала бамба. Точнее, давайте мы его отправим в депо. Пускай он уедет в депо. Мало ли он нам еще понадобится. Как это было с этим самым, с деревянным поездом. А вот этот паровозик пускай возит ложки. Вопрос, генерируются ли они у нас. Так, пошли. Только, правда, как-то их не очень много, я вам скажу. Можно будет задолбаться ждать. На экспорт исчезли ложки. Это, в принципе, и нормально. Вот этот у нас что за паровоз приехал. А, это пассажирский. Он тоже ждет свободный путь. Все, нормально, жди тогда. Этот проехал, они тут разъехались. Хорошо. И ты у нас загружаешь ложки. 6 ложек ты загрузил. Если он сейчас их 6 туда привозит, и здесь становится у нас продать оставшиеся запасы 6 из 90, значит я правильно понял это гребанное задание. Так, давай, 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 давай. Отлично, 6 из 90. Значит теперь нам нужно просто ждать. Копится у нас тут что? Ну, 23-24, хорошо. А что у нас тут, кстати, с серебром? Не слишком ли его? Да, его тут слишком дохрена. Этот поезд не справляется. Можно, в принципе, знаете, что сделать? Для ускорения процесса. А, у нас есть, кстати, а он все равно не возит. Серебро и ложки разные поезда возят. Давайте мы его клонируем. Пускай у нас два поезда возят серебром вот сюда. Они там вроде как должны будут справляться. И я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Что у нас, кстати, по деньгам? У нас почти все в минусе. Потому что пути длинные и, да, как бы в обычной игре я бы, может быть, так и не строил в свободной. Хотя, хз, там совершенно по-другому все надо думать. Так, где наш поезд, который возит ложки? Он уже привез дохрена. 27, 28, 29. Отлично. Сколько в тебя вообще друг влазит? Расскажи мне, пожалуйста. Как тебя поймать только, а? 28,7. Понятно. Ладно, катайся. Катайся, друг, как никогда не катался. На самом деле, можно это городить здесь вот семафором. Ты что, пустой приехал? А, ты не пустой приехал. Это мне показалось. Хорошо. В общем-то, пока что мы тогда просто тупо ждем. И посмотрим, как у нас поезда разъезжаются на развязочках. Здесь, кстати, семафорчик тоже не помешало бы один пихнуть. Вот такой вот. Будем наблюдать, как работает вот эта наша прекраснейшая развязочка. Так, он вроде как повез уже полностью, забитый, да? Напомню, сколько там вдруг в тебя влазило-то. 35. Отлично. Задание сейчас будет выполнено. Потому что надо 29 штук сюда всего. Давай, друг, разгружайся. Я тебя жду. Хоп. И как же медленно тут капает. Поезд уже давно уехал, а вы все еще перебрасываете на экспорт. Какие вы медленные. У нас тем более третья скорость стоит. Представляете, если бы это на первой скорости было. В 4 раза медленнее. Стереть все следы. Позаботьтесь о том, чтобы никто даже не вспоминал о вашем присутствии здесь. Только так вы обеспечите будущим поколениям возможность устраивать рискованное начинание. Серьезно, стереть все следы и проценты капают. Переделайте город и ландшафт в окрестности. Что мне делать надо? Мне нужно сносить все, что мы построили? Мне не нравится эта идея, если честно. Нахрен я здесь все строил. Ну ладно, хотите, чтобы я все снес, я все снесу. Значит, поезда все продаем. Ну а че нам? Продать, продать, продать. Продать, ложки тополобамба, ложки экспорт. Романтическая фигня, продать. Серебро ложки, продать. Трамвайчик, продать. Проценты как-то капают, прям непонятно. И здесь тоже весь транспорт, продать. Маршруты, соответственно, мы все не трогаем. На них пофиг вообще. Давайте все сносить тогда. Станцию сносим, да, 47%. Отсюда мы все это дело удаляем. Что бы от нас не осталось и следа. Ну допустим, депошки, нахрен. Эта прямая надо из города все снести. Или вообще все. Вот эту станцию, кстати, тоже нахрен. Маршруты ей не нравятся. Давайте остановки трамвайные снесем. Трамвайи не хотели, значит вот не хотите по нормальному. Значит будем все сносить. Вот это не сильно повлияло как-то. Ладно, значит избавляемся от всех путей. Да и в принципе эту станцию тоже можно снести. Блин, вообще вот мне не нравится такое, знаете. Постройте, а потом все снесите и разрушьте. Какое-то неправильное задание. Прямо плакать хочется. А если мы вот эти дороги посносим. Ничего. Ладно, продолжаем сносить пути. Так, друзья, а я знаете что? А я все снес. И нам не засчиталось. Еще вот эта дорога у нас построена была. Но я не сомневаюсь, что-то до 80% дошло. И потом приостановилось это все дело. Ну 81%. Ну давайте еще пару дорог посносим в самом городе. Что мне, город разрушать что ли? А, у нас еще трамвайные пути остались. Вот давайте их тоже. Надо было трамвайные пути сносить. Надо было просто из города все сносить. Я что-то не то сделал. Ну и ладно. Ну, прощай рай на берегу Тихого океана. Надеюсь, больше не увидимся. Вы сделали все, что могли, но современники не оценили ваших новаторских замыслов. Очень жаль. Пусть детям будущего больше повезет в создании свободных и честных общин. Очередное, в общем-то, у нас задание выполнено. Очередную главу мы прошли. Точнее не главу, а задание, да, в главе. Это уже четвертый из шести, осталось два. Бонусное задание мы тоже выполнили, хотя они просто меня иногда вымораживают. Самый быстрый червь в Мексике. Копай червей, боже мой. Сценаристы, о чем вы думали, придумывая такие задания? Разбудить овец, копать червей, это кошмар. Ну ладно, в общем-то, игрушка все равно классная, мне доставляет она дико. На этом, в общем-то, друзья, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать серии. Следующие. Вступайте в группу ВКонтакте, присоединяйтесь к нашему каналу в Дискорде. В общем-то, все прекрасно знаете. Пишите ваши комментарии по поводу этого прохождения. Всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй, всем всего доброго, пока-пока.